Мастера спорта В 2009 году Николай Дмитриевич Хромов объявлен Международной Ассоциацией бокса АИБА лучшим тренером года. Турнир проходит в год его 70-летнего юбилея и в этот день зал собрал друзей Николая Дмитриевича, заслуженных мастеров спорта, олимпийских чемпионов, прославленных мастеров перчатки, руководителей боксерских организаций России. Мы хотим всем рекордам наши звонки дать имена. Олимпийский чемпион по боссу Соколов Валериан Сергеевич. Неоднократный чемпион МСЭР, мастер спорта международного босса, заслуженный тренер КССР и заслуженный тренер России. Мельников Александр Иванович, первый вице-президент Московской областной федерации МОСЭР, заслуженный тренер России. Мастер спорта ССР, чемпион ССР, вице-президент спортивной федерации. Мастер спорта ССР, заслуженный тренер России, старший тренер спорта Московской области. Смирнов Сергей Юрьевич. В начале рассказа об этих международных соревнованиях, в которых принимают участие российские спортсмены из Москвы, Санкт-Петербурга, Красноярского края, Республики Коми, Твери, Ярославля, Иваново, Нижнего Новгорода, Серова, Якутска, Ачинска, подмосковных городов Балашиха, Королев, Ивантеевка, Одинцово, Клим, Воскресенск. Лучшие боксеры Казахстана, которые показали очень жесткий бокс. Но тем интереснее будут финальные поединки, которые начнутся 6 ноября в 11 часов. Так вот, в начале сюжета надо отметить, что в этом большом замечательном зале проведение турнира организовала комплексная детско-юношеская спортивная школа города Ивантеевка и Федерация бокса города Ивантеевка. Турнир проводится при поддержке Федерации бокса России, Федерации бокса Московской области, Совета депутатов и администрации города Ивантеевка, руководители которых приветствовали гостей и участников соревнований. Спасибо за организацию моего юбилейного турнира. Турнир будет давать толчок, чтобы люди больше занимались спортом. Хочу пожелать вам на вашей работе самого хорошего, удачного и самого доброго здоровья. Спасибо, Николай Дмитриевич. Мне очень приятно, невероятно приятно, что такой турнир такого высокого уровня проходит в нашем городе. Конечно, уровень данного мероприятия говорит о том, что наш подмосковный город счастлив принимать в своем дворце спортивном спортсменов из многих городов, многих регионов и даже международной команды. Нам очень приятно. Мы будем стараться изо всех сил поддерживать спорт. Мы живем спортом. Мы ценим те усилия, которые предпринимаются такими специалистами высочайшего класса, как Николай Дмитриевич. Мы очень благодарны ему за участие в нашей спортивной жизни нашего города. Николай Дмитриевич, вы являетесь примером для нашего подрастающего поколения, для наших детей. Вы пример для тех людей, которые подросли. Вот те ребята, которые выступали 15-16 лет. Вы их кумир. Мы равняемся на то, что вы сделали. Мы невероятно ценим то дело, которое вы ведете и которое вы не выпускаете, и которое вы на самый высокий уровень сейчас подняли. Большое вам спасибо. Мы надеемся, что следующий турнир, мы уже вроде бы надеемся, что на следующий год мы также в календарном плане. Будем счастливы развивать эти традиции. Огромное вам спасибо и низкий поклон. Турнир является очень значимым для города и Московской области, куда приезжают сильнейшие спортсмены. И не только Московской области, и наши спортсмены, но и приезжает вся Россия. Едут самые сильные спортсмены, чтобы показать свое мастерство. Победителям присваивается звание кандидата в мастера спорта. Большим интересом наблюдаю бои 15-го всероссийского турнира имени заслуженного тренера России. А самое главное, очень хорошего человека, специалиста бокса, который признан во всем мире, Николай Дмитриевич Хромов. Ему 7 ноября исполняется 70 лет. И я хочу поздравить от всего нашего коллектива специализированной детской юношеской школы Московской области по боксу с юбилеем. Пожелать ему здоровья, счастья. Хочу сказать огромные слова благодарности как раз организаторам соревнований, что они забывают таких людей. В честь их проводят соревнования. А состав участников и по территории, и по количеству как раз соответствует то, что приехали на этот турнир. И он очень сильный по составу участников. Это одна команда Казахстана, что из себя представляет. Слезы сборной команды, призеры Азии. Поэтому и нашим спортсменам как раз доставляет серьезный опыт боксировать с такими опытными спортсменами. Так что 15-е всероссийские соревнования, я думаю, на успех проходит в боксерском, спортивном городе Ивантеевка. Турниров прилично в Московской области. Но вот таких турниров, на которые приезжают сильнейшие боксеры со всей страны, их мало. И вот один из турниров так и как раз посвящен Николаю Дмитриевичу Хромову в Ивантеевке. Он традиционно 15-й. Выступают юноши, в общем, 2000-2001 года рождения. Я должен сказать, что вот Ивантеевку на этот раз приехало. Всего 124 боксера. Представляете, это, в общем, очень приличная цифра. Вот, в общем, и всероссийские соревнования, в общем, это уже, в общем, хорошо о себе заявляют. Как и в те прежние годы, администрация города Ивантеевки принимает активное участие. Они создали хорошие условия для проведения этих соревнований. Руководство города пришло на открытие первым сочным словом выступили. Это говорит о том, что, в общем, не только соревнования интересны для боксеров, но и для руководства города. А сейчас ненадолго вернемся к торжественному открытию соревнований, в котором участвовали самодеятельные коллективы города Ивантеевки. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Мы рады принимать участие в празднике боксеров. Они наши защитники. Мы этот турнир рассматриваем как подготовку к нашему турниру, который состоится с 17 по 20 ноября у нас в городе. Турнир памяти Андрея Витальевича Сухомлинова. Турнир по этому же возрасту пройдет. И будут еще представлены юноши 2002-2003 года. Всех приглашаем, гостей, друзей, участников. Шпот. Правый, левый. Правый, левый. Правый. Правый. Поп! Еще правой. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Первый бой был хороший. Я выиграл. Соперник был тоже достойный. Ну, я попал еще на три боя. Мне нужно продолжать выиграть. Буду стараться. Как начался этот турнир Хромова, мы каждый год привозили свою команду из города Иваново и довольно-таки успешно выступаем. Сам два раза участвовал в этом турнире, дважды становился чемпионом. АПЛОДИСМЕНТЫ Турнир был тяжелый, но я одержал победу. Я сам из Казахстана, представляю сборную Казахстана. И это соревнования очень хорошие. Буду дальше стараться побеждать. Уже где-то с третьего турнира у нас начали приезжать с Украины, с Белоруссии. Иностранцы стали приезжать, вот сейчас казахи. И то есть турнир приезжает, люди приезжают, хотят побоксировать на этом турнире, потому что провериться на таком уровне очень здорово. И я думаю, что такие турниры надо проводить, потому что ребята видят вот этот класс. Вот сейчас вот приехала сборная команды Казахстана, там первые номера и показывают хороший класс. И наши ребята где-то стараются, упираются, учатся. И это только на пользу и нашим ребятам, и, соответственно, ну и казахстанцам тоже на пользу. И мы так растем. Наши сборные в Казахстане первые и вторые номера привезли сюда. Это чемпионы Дети Азии есть здесь. Очень хороший турнир здесь. Мы каждый год приезжаем сюда в турнир. Но ребята очень сильные здесь. Спортсмены из Санкт-Петербурга. Два человека боксировала. Один проиграл в равном бою, второй победил в очень убедительном хорошем бою. Ну, поражение, я не считаю, что на таких соревнованиях поражение, это как бы дает еще лишний опыт, огромный опыт. И завтра от Санкт-Петербурга боксируют 9 человек. Мы привезли большую команду, 10 человек. И надеемся, что завтра у нас счет побед и поражений будет в нашу пользу. В нашем ФОКе занимается более 5000 человек. Мы развиваем различные виды спорта. У нас организованы как спортивные группы, так и физкультурно-оздоровительные группы. Комплекс работает с 2009 года в составе комплекса 8 спортивных сооружений. В течение года у нас проводится более 50 соревнований. 75 дней в году мы проводим соревнования. Виды спорта различные. Футбол, волейбол, бокс, восточные боевые единоборства, самбо, дзюдо, плавание. Много групп работает. Группа по тэквондо. Различные группы, танцевальные направления также присутствуют. Мы рады принимать любые соревнования. Мы рады развивать любые виды спорта. Тем более, что сегодня мы проводим российский турнир по боксу на призы Николая Дмитриевича Хромова. И наши молодые, юные боксеры учатся, набираются опыта. И далее будут свой опыт использовать для того, чтобы добиться больших спортивных вершин. Турнир проходит отлично. Хорошее размещение, отличное питание. Все привезли отличных бойцов на соревнования. Хочется отметить, конечно, судейский корпус, но которому очень тяжело принимать решения, потому что все боксеры, конечно, хотят выиграть. И очень ожесточенные бои проходят на ринге. Судейство объективное, и это немаловажный фактор в этом возрасте. Судя приезжаем с удовольствием, и тренер с удовольствием привозит своих ребят. Вот, что сказать о Николае Дмитриевиче. Замечательный боксер, удачливый тренер. Я вот даже написал ему стихотворение. Жизнь прожить не поле перейти. Столько смысла носит эта фраза. Не искал он легкого пути, и не сбился, кажется, ни разу. Какие б не были невзгоды, ты не утратил свою стать. Ты умерил лучший тренер года. Об этом можно лишь мечтать. И несмотря на все преграды, ты все сумел преодолеть. Тебя всегда мы видят рады. Живи счастливо до 100 лет. Всего спортсменам, тренерам успешных выступлений на этих соревнованиях. И в дальнейшем я хочу, чтобы этот турнир усиливался и набирал весь мощь. Субтитры создавал DimaTorzok Аминь! Аминь!